Где была прародина гумнов, естественно, в археологии какого региона, а есть смысл искать как прототипы предков гумского народа, так и, соответственно, где и кого следует искать и воспринимать как потомков, ну или, по крайней мере, народ максимально родственный тем самым легендарным гумнам. В принципе, этот вопрос, которым занимались за столетия достаточно многие деятели, и если взять скандинавские саги, то сложится однозначное впечатление, что скандинавские конунги имеют очень сильное родство с гумнами. И если так, то почему бы не провести некую такую линию родства? Гумны были супервоинственными, всех воевали, все их боялись. Вот позже появились викинги, которые тоже были воинственны, тоже всех воевали, тоже все их боялись. Возможно, викинги – это потомки гумнов, и тогда, соответственно, предков гумнов также следует искать где-то в Скандинавии. Но нет, тут ни археология, ни какие-либо другие источники не дают основания так считать. Кроме того, даже сами саги скандинавов дают в точности до наоборот основания, потому что хоть с одной стороны скандинавские саги говорят о родстве основных скандинавских династий и древних конунгов и даже богов с гумнами, Но, с другой стороны, скандинавские саги локализируют такую область, как Гунноланд, которая находится рядом с Гордарикой. А если быть точными, то чуть южнее Гордарики. И, в общем-то, можно понять, что вот этот Гунноланд – это северное Причерноморье. То есть, скандинавские саги, ровно как и греко-римские авторы, ровно как и Иордан, Амиан-Марцелин и многие другие, про родину Гуннов помещают в Северном Причерноморье. Ну и, соответственно, если так, то предками Гуннов следует считать тех же самых сарматов, а ранее скифов. И, как ни странно, к данному предположению можно прийти не только по данной логике, но и по античным свидетельствам, которые и Прокопий Кесарийский, и даже лень перечислять всех тех, кто следовали следующей обучайности, то есть отмечали торжественность – гунны-скифы, гунны-сарматы. У Прокопия Кесарийского, чтобы его читатель привыкал, идет даже чередование. В одних случаях он пишет гунны, в других – массагеты. Гуннские, скифские, гунны-массагеты – это у него так же, как и чередование других каких-то архаичных и более поздних названий. Ну и также сам Априск Панийский, описывая свое путешествие к гуннам, описывает, что там все есть скифское. Об этом я уже говорил, и о некоторых прототипах даже гуннской, соответственно, геральдики я так же говорил. Но еще можно задаться вопросом, а, собственно, хорошо гунны, допустим, происходят от скифов, ну или, может быть, даже правильнее сказать, не происходят от скифов, а и являются скифами, только, правда, в более позднем этапе своей жизни, в более позднем этапе своего развития. И территориально основой гуннской страны является, с одной стороны, гунналанд, то есть Северное Причерноморье, исконные земли Роксоланов и подчиненных им Аланов. С другой же стороны, та же самая страна Аорсов, и позднее, в общем-то, то, что станет Гордарикой Руссию, это, допустим, античными авторами, часто выделялось в так называемую Европейскую Сарматию, которая также имела азиатские владения. И вот если посмотреть на территорию, которой правили гунны, то она состоит из Европейской Сарматии. Европейская Сарматия – это, соответственно, от Вислы, Днестра, Черного моря до Дона, ну и, соответственно, дальше по Дону, до Днепра и до Балтийского моря. Азиатская Сарматия также входила в гуннские владения, это кубанские владения гуннов, и также в империю гуннов входили территории Дакии, собственно, откуда и происходили геты, вставшие позднее готами, и в империю гуннов входили земли, которые римлянами назывались как Германия. И, соответственно, поэтому в разных германо-скандинавских текстах гунны значатся как, соответственно, предки, как фактически та династия, тот род, который сформировал империю, ставшей, если и не самой древней формой объединения, то, по крайней мере, ставшей на каком-то историческом этапе важнейшим объединением, переформатировавшим культуру, в общем-то, европейских народов. В Википедии можно найти ряд изображений Аттилы. И, собственно, 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 есть самые разные. Есть карикатуры, где Аттилу изображают с рожками в дань римской пропаганде. Есть всяко разные. Есть вообще более поздние, которые уже Аттилу пытаются изобразить в виде тюрка, монголоида. Но если взять старинные, собственно, изображения, там он изображается как классический европейский монарх. Можно рядом изображать какого-нибудь Карла Великого. Можно рядом изображать других европейских монархов и во времени, и чуть позже. И, в общем-то, все они в таком же стиле. Да, в Википедии тут куча всяких карикатур. Даже тех, которые уже не касаются Аттилы. Но, в общем-то, еще нюанс. Если взять некоторые изображения Аттилы, то видно изображение с ним некой птицы. Изображение с ним некой птицы. Тут она у него изображена на доспехах. В, соответственно, гуннской хронике есть к этому предпосылка. И есть в других местах изображение флага Аттилы. Где, собственно, также изображена птица. Но это разные птицы. На доспехах Аттилы изображен личный ерб Аттилы. Это черная птица со сложенными крыльями, как правило. На флаге Аттилы изображен имперский герб империи Аттилы, империи гуннов. Ну, или уже можно сказать империи скифов, империи славян. А, в частности, это коронованный сокол. Как сказано в этой венгерской хронике. Сокол с распростертыми крыльями, с короной на голове. Ну, и, в общем-то, если по данному изображению Аттилы, если бы такого поместить в какой-нибудь Киев X века, Киев IX века, да даже Киев XV века, его, естественно, сочли бы за своего. И по Геральдике, и по внешности, и по всему остальному. Да, есть эти карикатуры всякие, есть всякая поздняя фигня, кадры из какого-то фильма, снова же еще карикатуры, есть даже тема с мнимым крещением Аттилы. И если некоторые князья из Рюриковичей крестились просто, чтобы... просто, чтобы, как бы, сойти за своего в Европе, то то, что Аттила мог креститься, это очень и очень маловероятно. К тому же он воевал против как раз этого дела. Ну, ладно. Так или иначе, и такая тема в истории существует. И вот, несмотря на поздние вот эти вот ложные какие-то фиговинки, да, кстати, Аттила с булавой, как вам такая тема, но... но... если изучать не фигню, а то, что более касается старины, то, что более касается правды, снова же, Аттила, как стандартный европейский монарх, в одежде, на которой преобладают желто-блокытные и красно-белые или красно-черные цвета, ну, и, в общем-то, с изображением сокола на флаге. Все, в принципе, как годится для славянского правителя. Это уже точно не Аттила, но неважно. В Википедии такое есть. То есть, тут, что ли, немцев с гуннами хотят сравнить. Ну, ладно. Как бы... Вот что. Что я еще раз хотел показать, а это именно лист из венгерской хроники, где изображен Аттила, сидящий на троне с мечом истины, с священной коронной, увенчанной, кстати, крестом, но это отсылка не к христианству, а к ведической символике. И также эта корона увенчана знаками солнечного триединства. А флагом для Аттилы, как личным гербом, является именно черная птица. Черная, а не золотой коронованный сокол, как на имперском гербе. Это важные два нюанса, которые в иконографии Геральдики Аттилы присутствуют и которые являются отсылками к двум разным иконографическим темам и геральдическим темам у славян. И перейдем, соответственно, дальше. Что нам известно про столицу Аттилы? Столица Аттилы, согласно Приску Панийскому, находилась от владений римлян через три реки. Приск Панийский и посольство, с которым он шел, они пересекли Дунай и пересекли еще две реки. Последней из этих рек была Тирос, то есть Днестр. И вот они прибыли в какой-то регион, находящийся на север, скажем так, от Иллирии. И если все эти координаты сопоставить, станет понятно, что это город, который позднее во времена Киевской Руси назывался Галичем, а в скандинавских текстах называется Кенугард или Каганград. И, в общем-то, тут на даже памятной марке изображена корона Данилы Галицкого и изображена Геральдика, соответственно, Галича. В честь, кстати, нашего Галича были названы и некоторые города в Залесье. Но если у нас просто Галич, соответственно, наш Галич, то, что касается Московии, там тот Галич назван Галич Залезским или Галич Мерзким. Вот тут, в общем, о Галиции некоторые памятные даты. Тут можно видеть, кстати, и имя князя Святополка, то есть вопрос, откуда во династии Рюриковичей взялось имя Святополка. Вот оттуда. Поэтому династия Рюриковичей имела коренные связи с Великомаравской династией, с другими, в общем-то, с другими древнеславянскими династиями. Ну и тут можно видеть земли Галиции соответственно в разные периоды жизни и бытия славян. Вот, в частности, VII-VIII века. Это уже спустя столетия после жизнедеятельности Аттилы. И тут видим последствия жизнедеятельности Аттилы. А именно славяне расселились по всем территориям былой империи Аттилы. Продвижение славян аж настолько на северо-восток несколько сомнительно. Тут скорее были редкие проселения славян между Балтами и Финауграми. Но да ладно, эту тему сейчас не трогаем. А в общем, если вспоминаем карту империи Аттилы, где владения Аттилы точнее шли от Дании и Рейна соответственно до Кубани и отчасти чуть ли не до Волги, то плюс-минус эти территории расселения славян тому соответствуют. Правда, конечно же, германские народы откололись, хазары откололись. из-за болгарских всяких переселений и расселений тоже несколько тут произошло ослабление, но с другой стороны славяне неплохо продвинулись на юг, поэтому ладно. И вот территории как раз Галиции находятся практически в сердце славянских народов, в сердце откуда вошло расселение. Поэтому также государство Великая Моравия, в которое Галиция также временно входила, это, в общем-то, такое юго-западное славянское государство. Киевская Русь в эпоху раздробленности. Великое княжество Литовское, королевство Польское, Речь Посполитая. Ну, да ладно, вот, что, собственно, интересно. А это Геральдика. А это Геральдика. И тут видим ту самую птицу Аттилы, черную птицу, и также видим три короны, над которыми властвовал Аттила. Флаг с тремя коронами это то, что с Аттилой весьма связано. Аттила был покорителем двух империй. Это Западная Римская империя, Восточная Римской империи. Также Аттила был покорителем Персии, поэтому в каких-то случаях это типа две Римские империи и Персия, когда наоборот изображаются две короны и одна над ними, или над птицей, это типа две Римские империи и империя Аттилы, то есть так или иначе тут отдельная тема. И так или иначе в списке всех гербов Западной Украины можно эту тему видеть, что достаточно давно данная птица есть. Видим и другие птицы есть, видим даже и двуглавые всякие птицы есть, которые с Эрефией никак не связаны. Видим и герб Кракова и герб Львова представляют собой по сути стилизированные версии Тризуба. Но да ладно, это все несколько с другой темы. Кстати, карта Украины до того, как Советский Союз провел геноцид украинского народа. Ладно. Вот, кстати, в хорошем качестве и в большом расширении герб Галиции с короной Данилы Галицкого, священным птахом Аттилы и с тремя коронами. Это, кстати, как бы и корона, которая является отсылкой к короне Аттилы, короне Данилы Галицкого и корона Данилы Галицкого отчасти похожа на корону Аттилы, поэтому тут много разных нюансов. Но если особо далеко не лазить никуда, то вот оно и сходится, что, соответственно, по свидетельству прископа Нийского Аттила правил с Галича. В скандинавских текстах Галич называется Кенугард, Каганград, то есть город верховных правителей и, собственно, Галич, а от него и Галиция, потому что позднее уже у самого города Галич Геральдика изменилась, но как в общем у Галиции вот эта коронованная птица, черная коронованная птица осталась. То есть в Геральдике Галиции, в Геральдике сейчас это Ивано-Франковская область, символ Аттилы, черная пташка осталась. Тут уже, кстати, пташка с короной, несколько модификаций, тут и желто-блокытная и червоно-черная символика, и даже венок, но это уже, это уже, так сказать, поздние модификации. Да, ввиду гор, в частности, достаточно удобным был тот регион для Аттилы, чтобы оттуда править своей империей. Многие нюансы, которые до сих пор, чуть ли не до сих пор практически сохраняются в том регионе, в культурном плане восходят еще к временам Аттилы. Поэтому это также отдельная тема для изучения. Конечно же, регион был связан со всеми и с евреями, и с западными христианами, и даже беглые ханы там останавливались. Но об этом уже как-то другим разом расскажу. Так или иначе, есть у нас эта тема. А еще что у нас интересное есть. У нас есть, у нас есть, допустим, такой порог, который называется соответственно будильским порогом или просто называется Будылу. Это древний, один из, древний, одно из древних названий одного из порогов Днепра, которое упоминается еще чуть ли не с времен Багрянародного и раньше. И так до сих пор сохраняется. И да, здесь также упомянут костик Багрянародный, соответственно, который был тоже писючим товарищем и оставил в своих текстах упоминания Украины и упоминания в частности днепровских порогов. То есть Украина во времена костика Багрянародного уже была настолько интересна, в частности византийцам, что византийцы даже писали о том, как называются наши днепровские пороги. О каких-нибудь залезьях, о каких-нибудь болотах, где бы царствовала царевна жаба в залезье, никакой костик Багрянародный в те времена естественно не писал. Но да ладно. Это просто к теме относительно имени брата Атилы Будыл. Конечно же данный порог не был назван в честь брата Атилы, скорее наоборот. Не скажу, что брат Атилы был назван именно в честь данного порога, но скорее и тот и другой названы в честь той идеи, которая в общем-то и выражается в слове Будить, Будыло и так дальше. Это определенная пробужденная творческое состояние разума, в котором разумное человеческое существо может что-то осознанно создавать, то есть Будуваты, по сути пробужденно Будуваты Майбутни. Пробуджено Будуваты Майбутни, если полностью данную фразу сказать на украинском языке. На российском так оно не очень будет складно звучать, но получится пробужденно, строить будущее. То есть все равно корень в пробужденности и в будущем сохраняется. Но да ладно. Это просто касательно так сказать славянского значения имени брата Аттилы, известного как Бледу или правильней как Будылу. Дело в том, что в Википедии приводятся соответственно греко-латинские версии его имени, но если взять скандинавские и осмыслить, как оно в более архаичном состоянии звучало, то оно естественно получается именно Будылу. Кстати, тут можно тут можно даже коснуться этого вопроса, что у уже годского царя уже у годского царя где это здесь есть, фиг его знает, может даже не в этой статье, но в общем-то у годского царя Татилы был также эпитет по сути Будылу, потому что это имя означало пробужденный строящий дословно. И если его случае его назвали скорее всего не в честь Татилы, но может быть и с некой отсылкой, и в то же время с отсылкой к более древним князьям того же имени, то эпитет ему дали именно в честь соответственно того, кого официально называют Бледо, брат Татилы, кого правильнее называть Будли, если по-скандинамски, и Будыло, если по-собственно гунскому или славянскому. и тут приводится имя Бадуила, кстати, это имя и подобное слово потом сохранилось в ряде испанских всяких тем, но это тоже уже другая история. Его переводят как борец или боец. Бредово, но да ладно, так или иначе, упоминания соответственно про данного князя есть в разных источниках и это можно исследовать и изучать. А кроме того, можно также найти изображение данного брата Аттилы. и кроме всякой фигни из фильмов, где его изображают как им хочется и даже кроме более поздних картин, хотя на данной картине вполне себе нормально их изобразили, но есть более старинные изображения соответственно в общем-то Будылы и тут он изображен во-первых также в желто-блокытней одежде он изображен с неким орудием ритуально торжественным, которое в себе совмещает элементы как пернача так и булавы то есть по форме оно как булава но состоит из перьев как пернач он в шапке соответственно с перьями с неким знаком отличия такие шапки с соответствующими знаками отличия использовали позднее и хазары использовали позднее и половцы использовали и потом в золотой орде и использовали дальше турки использовали казаки И, в общем-то, у Богдана Хмельницкого также была подобная шапка с соответствующим знаком отличия. Но да ладно. Интересна здесь его желтоблокитная одежда, и интересно здесь Геральдика, с которой он присутствует. А именно, синя-красно-синий флаг. Так, хорошо. Берём, смотрим, какая у нас есть Геральдика Галиции. И видим, да, у нас также герб Галиции состоит из синей полосы, красной и синей. Что, в общем-то, показывает, ну, тождественность данных геральдических элементов. Но, если будильский порог – это, скорее, общекоренное название с именем самого Буддилы, то, в общем-то, в том же Галицком регионе присутствуют, как минимум, два села, которые названы как раз в честь Буддилы. И оба эти села, как видим, имеют достаточно древнюю историю. Так, где здесь? Вот, теоретическая дата основания. Но понятно, что это может быть дата какой-то реорганизации, переоснования и так далее. Или где-то рядом было подобное село, его уничтожили, или покинули, или ещё что-то, и, соответственно, перенесли. Поэтому, если, говорится, условный там 15-16 век, а у другого там, какой, 12 век, то понятно, что можно предполагать или более древние поселения на их же местах, или более древние поселения, которые находились чуть подальше, но вследствие каких-то событий те поселения были покинуты и были перенесены. И вот, может быть, они даже с одного какого-то города, который был назван Будылев, соответственно, переселились в эти два села. Тут это уже вопрос вопросительный. Вообще же, такие названия, как Будылев, родственны названию, допустим, того же Киева. И вот, если у нас есть имя Кия и есть город Киев, если у нас, допустим, был князь Лев и город в честь Льва, в честь Кыя, Киев, в честь Льва, Львов. Дальше, если у нас есть сёла с названием Будылев, значит, в честь кого они названы? В честь Будилы. А как бы, а в честь кого ещё могут быть названы, если не в честь Будилы? Именно в честь Будилы. Такие вот дела. Дело в том, что... Дело в том, что... Вдова Будилы упомянута, например, Приском Панийским, упомянута, что она вполне себе нормально жила при дворе Аттилы, Аттила даже не думал как-то её, не знаю, притеснять, как-то её там себе в жёны брать или ещё что-нибудь такое. Вдова осталась, и Аттила вполне себе уважительно, вполне себе достойно к вдове своего брата относился. Вдова Будилы упомянута, соответственно, в текстах Приска Панийского. Она обменивалась с ним дарами, можно сказать. В любом случае, если Аттила любил своего брата... Я понимаю, что в нынешней трактовке на Аттилу повешали смерть Будилы. Но если Аттила не убил, допустим, жену своего брата... И ещё нюанс. Вот типа продолжает жить жена его брата. Возникает вопрос, как и зачем. Если Аттила виновен в смерти своего брата, то у жены его брата есть основание мстить за мужа. Больше того, если выжили какие-то дети его брата, или если жена его брата найдёт себе какого-то другого любовника, мужа, ещё кого-нибудь, и больше того, она может войти в сговор с римлянами, с византийцами и вместе с ними, соответственно, как-либо угробить Аттилу, а если и не угробить, то как минимум ему очень сильно навредить. Естественно, Аттила, естественно, его приближённые должны были об этом думать. Должны были это знать и должны были бы предпринимать какие-то контрмеры. Единственное, что если Аттила невиновен в смерти его брата Будилы, то ему нет смысла предпринимать и какие-то контрмеры. Жена его брата знает, что он невиновен, Аттила знает, что он невиновен, все знают, что он невиновен, как бы он своего брата любил, уважал, почитал, и больше того, вероятнее всего, на своей родной Галиции, где он принимал посольство Прископа Нийского, где он проводил торжественные, соответственно, ритуалы и так дальше, он одно из селений, один из городов, соответственно, назвал в честь своего брата. И есть вероятность, что начальный Будылев находился где-то недалеко от Галича, и, в общем-то, скорее всего, там жена Будилы или владела этим городом, или, возможно, в нем и проживала. Снова же, это могло произойти уже через некоторое время после посольства Прископа Нийского, могло произойти чуть раньше, так или иначе, наследно осколки каких-то таких историй, изучая Геральдику, изучая название городов, в общем-то, можно выйти. И проанализировав это все, в общем-то, можно также прийти к выводу, какой из народов, какая из культур, в общем-то, ближе всего к народу Аттилы до сих пор, какой народ сохраняет память о важных для Аттилы городах, какой народ сохраняет память о имени брата Аттилы, и какой народ, в общем-то, является во многом смысле даже происходящим от Аттилы, поскольку у Аттилы было достаточно много жён, достаточно много сыновей, и его геном в равной степени распространился среди многих славян, и в частности, среди, скажем так, столичных родов, столичных субэтносов, или как, то есть, среди населения Украины.